А Торонто сейчас покоряет украинская красавица. Чем вызвала скандал? Ведь пересесть в мэрское кресло она может из постели порностудии. Надежда Германская подробнее о секс-ударе канадских избирателей. Выборы мэра канадского Торонто назначены на октябрь, но уже сейчас становится понятно, гонка будет более чем горячей. Уже зарегистрировались 55 кандидатов, среди них рок-певец, клоун и звезда порнофильмов. О ней, собственно, и поподробнее. Никки Бенц, личность в Канаде известная, девушка снялась более чем в двух сотнях фильмов для взрослых. Настоящее ее имя Алла, и родилась она в Украине. Вскоре семья переехала в Канаду, карьеру Никки начинала, снимаясь обнаженной для календарей, позже попала на большой экран. Девушка весьма успешна, сейчас и сама владеет студией по производству кинофильмов, вот и решила заниматься городским хозяйством ей под силу. Будущее моего родного города очень важно для меня, поэтому я с гордостью выдвигаю свою кандидатуру на выборах мэра в 2014 году. У Никки Бенц, называющей себя самый сексуальный кандидат, есть предвыборная программа, но по этическим соображениям не станем перечислять все ее пункты. Остановимся на самом невинном изобещании, это снижение налога на недвижимость. На предвыборном плакате девушка самоцеломудрия, лозунг ее компании «Поменяй Форд на Бенц». Дело в том, что нынешнего городоначальника Торонто зовут Роб Форд, и он, надо сказать, тоже скандально известен. Мэр курил марихуану, выпивал, сквернословил и домогался женщин. В ноябре минувшего года его отстранили от исполнения обязанностей, но городской голова прошел реабилитацию, и теперь, чтобы вернуть доверие избирателей, решился на досрочные выборы. Политологи шансы Ники на победу оценивают крайне скептически, не в ее пользу и статистика. В Канаде таких случаев пока не было, но вот в Америке на выборах различных уровней порнозвезды, как правило, не побеждают. В Европе в последнее время, кстати, тоже успех Илонны Сталлер, более известный под псевдонимом Чичолина, в конце 80-х прорвавшийся в итальянский парламент, пока никто не повторил, но, как говорится, всякое может случиться. Надежда Дерманская, Никита Исайко, подробности, телеканал Интер.